Пришло время научиться управлять подчиненными, поэтому сейчас за 10 минут ты узнаешь, о чем написал Максим Бадырёв в своей книге «Стойк пять татуировок менеджера». Не забывай делиться этим видео со своими друзьями, подписываться и ставить лайк. Первое. Сначала научитесь играть по правилам, потом придумывайте свои. В последнее время популярно мнение, чтобы быть успешным, не нужно учиться, следовать каким-то правилам, вникать в законы, по которым делается бизнес. Это мнение неверно. Прежде чем создавать свои правила, надо изучить те, что уже существуют, и научиться играть по ним. Некоторые люди, достигшие феноменального успеха, действительно не имеют документа о высшем образовании, но таких людей единицы, и они скорее исключение, чем правила. Если нет документа об образовании, это еще не значит, что человек не учился. Для любого развития нужна основа. Второе. Читайте, осмысливайте, тренируйте главную мышцу. Мозг – это та же мышца. Чтобы она хорошо работала, ее нужно тренировать. Чтение – отличная тренировка. Если мозг не тренировать или использовать разрушительные стимулы, некачественная литература, некоторые программы на телевидении, то он начинает деградировать. Важно не только читать, но и осмысливать, вникать в прочитанное. Третье. Отказывайтесь от неверных стратегий. Это проявление силы. Некоторые считают, что отказ от выбранной стратегии – это проявление слабости. Но это не так. Так. Люди, которые из последних сил держатся за однажды выбранную стратегию, даже понимая, что ничего путного из этого не выйдет, – жалкое зрелище. Важно найти в себе мужество отказаться от неверной стратегии и направить свои силы и энергию в правильное русло. Это выбор сильных людей, а не тех, кто работает на публику и строит из себя жертву. Четвертое. То, что очевидно для вас, не очевидно для других. Это истина, верно, не только при общении руководителя со своими подчиненными, но и в других сферах жизни, например, в общении с клиентами. У каждого человека свой багаж знаний, свой личный опыт. То, что одному кажется очевидным, другой может не знать. При этом он не всегда готов это показать, задавая поясняющие вопросы. Поэтому для эффективной работы стоит потратить время и убедиться, что понимание достигнуто даже по тем вопросам, которые вам кажутся элементарными. Пятое. Ищите сильных, слабые прилипнут сами. Слабые – это эдакие вампиры-жалобщики. Их искать не надо, они находятся сами и стремятся всех заразить своим настроением. Искать надо сильных. Но чтобы общаться с сильными, надо заинтересовать их. Они должны захотеть общаться с вами. Насильных нужно равняться и брать с них пример. Шестая. Каждого можно простить за ошибку при определенных обстоятельствах. Любой человек может ошибаться. Каждого можно простить, если он готов приложить усилия, чтобы исправить ошибку, восстановить свою репутацию и не повторять этой ошибки в будущем. Прощать нужно тех, кто осознал свою вину. Седьмая. Не делайте работу за подчиненных. Опытный руководитель подразделения видит ошибки своих подчиненных, понимает, что они делают не так. У него часто возникает соблазн сделать работу за них. Это ошибка. Сотрудники должны делать свою работу сами, иначе они перестают прилагать усилия и развивать свои навыки. А если руководитель заболеет или уедет в отпуск, то работа и вовсе станет. Восьмая. Не вступайте в переговоры с террористами. Террористы – это люди, которые для достижения своих целей используют угрозы. Как правило, это сотрудники, которые делают достаточно важную для компании работу. В какой-то момент они понимают, что без них организация функционировать не сможет, и начинают пользоваться этим. Стоит один раз выступить этим людям, и это никогда не кончится. Кроме того, такие сотрудники ненадежны, потому что могут подвести в самый ответственный момент. Вести переговоры с такими людьми не стоит, от них нужно сразу избавляться. Девятое. Клиенты – наше все. Это достаточно известная истина – основа любого бизнеса. Ради клиента стоит изменить свой график, свои планы, пожертвовать временем и силами. Даже простой курьер – это представитель клиента, и уже поэтому достойен уважительного отношения. Десятое. И даже в кабаке вы менеджер. Менеджер должен организовать для своих сотрудников не только работу, но и досуг. Даже в кабаке на него смотрят как на менеджера, поэтому он должен держать себя в руках. Его задача – собрать с сотрудников деньги на оплату мероприятия и отправить каждого сотрудника домой после корпоратива. В общем, менеджер – менеджер всегда и везде, когда рядом его сотрудники. Одиннадцатое. Не работайте с моральными инвалидами. Чтобы достичь успеха, человек должен верить в себя и к чему-то стремиться. Если он осознанно не хочет ничего в своей жизни менять, вы ничем ему не поможете, только потратите свое время и силы. Пытаться заставить человека расти против его воли невозможно. Не работайте с моральными инвалидами. Двенадцатое. Называйте вещи своими именами. Говорить о проблемах нужно прямо, не деликатно намекая, а называя вещи своими именами. Человек может обидеться, но такая прямолинейность ясно дает понять, что хорошо, а что плохо. Тринадцатое. Делайте то, что проповедуете. Чтобы требовать соблюдения неких правил от других, нужно соблюдать их самому. Менеджер – публичный человек, поэтому если он не станет соблюдать то, что проповедует, это обязательно заметят. Порядок начинается с руководителя. Если он не приходит вовремя на работу, то и подчиненные, скорее всего, не будут этого делать. Четырнадцатое. Стая копирует вожака. Косвенное воспитание намного сильнее и серьезнее, чем прямое управление. Правила и ценности, которые важны менеджеру, становятся близки и его подчиненным. Они начинают походить на своего руководителя. Если менеджер захочет увидеть себя со стороны, ему достаточно просто посмотреть на окружающих. Его настроение и отношение к работе напрямую влияет на производительность и настрой коллектива. Поэтому работать нужно всегда с улыбкой и энтузиазмом. Пятнадцатое. Добро должно быть вознаграждено, а зло наказано. Всегда. Этот принцип должен работать всегда. Не должно быть ни исключений, ни прощений, ни индивидуального подхода к каким-то особенным подразделениям или сотрудникам. Только в такой ситуации правила ясны. В противном случае сотрудники понимают, что это не обязательно, ведь бывают исключения. Шестнадцатое. Учить, лечить, мочить. Три этапа в отношениях между менеджером и сотрудником. Первый. Учить. Объяснить человеку, какие задачи перед ним стоят и по каким правилам следует играть. Если сотрудник все же не справляется со своими задачами, переходите к следующему этапу. Второй этап. Лечить. Разобраться, из-за чего задача не выполнена, и попытаться разрешить ситуацию. Если задача не выполнена первый раз, можно считать это случайностью. Если второй раз – совпадением. Ну а в третий раз – осознанным поступком. После этого сразу переходите к третьему этапу. Третий этап. Мочить. Применять санкции. Объявлять выговор. Лишать премии. И, возможно, даже уволить сотрудника. Семнадцатое. Развивать нужно не слабые, а сильные стороны. У каждого человека есть сильные и слабые стороны. Некоторые люди изо всех сил стараются развить свои слабые стороны. На взгляд автора – это неверный подход. Надо развивать свои сильные стороны. Ну а что делать со слабыми сторонами? Нужно стараться не попадать в ситуации, где можно оголить свои недостатки. Но если есть возможность подтянуться в какой-либо области, ее нужно использовать. Есть люди, с которыми нужно говорить только на языке силы. Сила – это не кулаки, а стиль общения. До некоторых людей не достучаться логикой и аргументами. Они понимают только язык силы. Усиливают команду только единомышленники. Существует мнение, что в хорошей команде должны быть люди с разными точками зрения, поскольку разнообразие делает команду сильной. Автор с этим не согласен. Работая с людьми, у которых другое мнение, приходится тратить много сил на их переубеждения. Зато с единомышленниками можно делать великие дела, направляя всю энергию на пользу проекта. Двадцатое. Не обсуждайте принятые решения с подчиненными. На совещании босс предложил сотрудникам обсудить вопрос, по которому он уже принял решение. Когда сотрудники нашли другое решение, босс с ними не согласился. В итоге сотрудникам пришлось согласиться с боссом, только бы это совещание наконец-то закончилось. Чтобы избежать таких ситуаций, не стоит обсуждать решение, которое уже принято. Немотивированный отказ в таком случае плохо скажется на вашей репутации. Двадцать первое. Признание специфичности смерти подобно. Нередко в компаниях есть подразделения, которое считают специфичным или элитным и предъявляют к нему не такие строгие требования. В результате сотрудники такого подразделения расслабляются и не стремятся к высоким результатам. Двадцать второе. Хвалите людей. Похвала – это мотивация и система координат для сотрудников, помогающая им понять, что считается правильным, а что нет. Хвалите сотрудников за правильные действия, даже если результат не достигнут, и они не будут бояться действовать. Двадцать третье. Не рассчитывайте на людскую благодарность. Автор советует придерживаться принципа «делай добро и бросай его в воду», потому что очень часто люди оказываются неблагодарными. Нужно быть к этому готовым и помогать в первую очередь близким, которые будут действительно благодарны и поймут в случае отказа. От чужих людей не стоит ждать благодарности. Сделав добро, отойдите в сторонку. Тот, кто захочет отблагодарить, сделает это без напоминаний. Двадцать четвертое. Защищайте интересы своего руководителя. Это непросто и не свойственно нашему менталитету. Но если подчиненные начинают спорить и не подчиняться, руководителю приходится тратить время и силы на уговоры и споры, что неэффективно. Даже если вы не согласны с руководителем, постарайтесь его понять. У него точно есть причины и аргументы для решений, которые он принимает. Постарайтесь выслушать его, понять и поддержать. Двадцать пятое. Команду создает только общее делание. Общее дело может сплотить команду гораздо лучше, чем тимбилдинг. Общая цель объединяет команду, возникает готовность помогать друг другу. Двадцать шестая. Менеджер должен быть крайним. Быть крайним значит брать ответственность на себя, принимать решения и отвечать за них. Именно к этому должен быть готов менеджер. Постоянно пересылать задачи кому-то другому неэффективно. Менеджер должен уметь решать вопросы сам. Если руководитель занимается только пересылкой вопросов, то он лишнее звено в системе. Умение быть крайним, работать так, как будто за тобой никого нет, отличает хорошего менеджера от плохого. Двадцать седьмая. Время важнее идеальности. Часто перед запуском проекта люди долго что-то проверяют, изучают, анализируют. Из-за этого запуск надолго затягивается. Даже если не все моменты учтены, гораздо важнее первым заявить о себе. В бизнесе, как правило, выигрывает не тот, кто все продумал и просчитал, а тот, кто рискнул и сделал первым. Двадцать восьмая. Люди будут делать, когда легче сделать, чем не сделать. Можно много раз призывать людей к каким-то действиям и уговаривать их. Но эффективнее создать такие условия, в которых сделать нужное действие, будет легче, чем не сделать. Для выполнения служебных обязанностей у людей должны быть не только необходимые ресурсы, но и кнут, обеспечивающий выполнение работы. Двадцать девятое. Выращивайте людей. Это ваша главная цель. Плохие руководители так боятся потерять свое место, что готовы работать со слабыми сотрудниками. Хорошие руководители развивают, выращивают своих подчиненных, потому что люди – это основной капитал. Ценность руководителя измеряется количеством выращенных им сотрудников. Возможно, кто-то из них со временем займет его место, но хороший менеджер не держится за свою должность. Благодаря тому, что есть замена, он сам может расти. Тридцатое. Любая ваша идея может быть подвергнута сомнению. Даже идея, которая кажется вам идеальной, может быть подвергнута сомнению со стороны ваших коллег. Нужно быть готовым к такому повороту, чтобы подтвердить свою позицию аргументами. Ждите колких вопросов и сомнений. Вашим идеям будут сопротивляться всегда, ведь всех пугают перемены. Тридцать первое. Нафиг аналитику во время кризиса. Аналитика – это взгляд в прошлое. Если компания или подразделение оказывается в критической ситуации, становится не до прошлого. Не оглядывайтесь, а делайте шаг вперед. Тридцать второе. Справедливости не существует. Есть люди, которые всюду видят несправедливость. Однако справедливость, о которой они говорят, – это манипуляция. На самом деле их заботят лишь личные интересы. Социальной справедливости в коммерческой организации нет, потому что больше получает тот, кто больше работает, приносит больше прибыли, принимает более весомые решения. А борцы за справедливость – это красные из 1917-го. Тридцать третье. Сначала боремся со следствиями, потом с причинами. Многие борются с причинами, а не со следствиями. Изучают причины, разрабатывают специальные программы по борьбе с ними. На самом деле нужно бороться с тем, что уже произошло, а потом уже понять причину и предотвратить повторение. Тридцать четвертое. Каждый отвечает за себя. Фасилий Скандер писал, «Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один. Каждый отвечает сам за себя. Сам строит свою жизнь, ставит себе цели и выбирает, какими они будут. Ответственность – это не бремя, не готовность взять на себя чужие обязательства. Ответственность равно действия. Задача менеджера – создать условия для работы подчиненных. Задача подчиненных – выполнить задание менеджера. При этом менеджер не несет ответственности за подчиненных». Тридцать пятое. Коучинг в бизнесе – зло. Автор считает, что коучинг – это зло. Коучинг защищает интересы своего клиента, сотрудника, а не интересы бизнеса. Большинство сотрудников всегда чем-то недовольны. Коуч заостряет внимание на проблемах и недовольстве. А для решения проблемы сотруднику нередко предлагается сменить сферу деятельности, и компания теряет ценного специалиста. Тридцать шестая. Будьте последовательны – вас начнут отжимать. Любые правила, регламенты и предписания, даже те, которые обсуждали с сотрудниками, постоянно будут проверяться на прочность. Сотрудники будут пытаться их обойти, найти слабые места, попытаться их не исполнять. Важно быть последовательным и не допускать нарушения правил. Четко придерживайтесь выбранной стратегии – или вас сломают, или все останется так же, как было до этого. Тридцать седьмое. Не верьте людям мечты, верьте людям цели. Люди мечты – это те, у кого есть мечта. Они не предпринимают никаких действий для ее осуществления, а лишь сокрушаются, что у них ничего не получается, и редко связывают свою деятельность с мечтами. Люди цели точно знают, что текущая деятельность постепенно приближает их к цели. Люди цели всегда знают, чего хотят, и что для этого будут делать. Их не нужно контролировать и мотивировать. Тридцать восьмая. Любая неоднозначность трактуется в худшую для вас сторону. Любой вакуум заполняется негативом. Если сотрудники не получают достаточной информации, они начинают предполагать худшее. Другим платят больше, все плохо, нас скоро уволят и так далее. Чтобы избежать неоднозначности, держите сотрудников в курсе событий. Можно расставить по офису ящики для анонимных писем, чтобы любой человек мог задать вопрос непосредственно руководителю компании. Тридцать девятое. Любые ваши слова могут стать задачей. Даже брошенную мимоходом просьбу или призыв сотрудник может воспринять как задачу и приложить массу усилий, чтобы выполнить ее. Если этого труда никто не заметит, это может оказаться настоящей демотивацией. Чтобы не попасть в неудобную ситуацию, помните, что любые ваши слова могут стать побуждением к действию. Сороковая. Единый понятийный аппарат улучшает управляемость. Чем больше у людей общего, тем лучше они понимают друг друга. Единый понятийный аппарат повышает управляемость команды. Чтобы создать такой аппарат, сформируйте общий для всех сотрудников список фильмов и книг. Освоив его, люди будут разговаривать на одном языке, использовать одни и те же символы, идиомы и крылатые выражения. Сорок первое. Дисциплина – мать победы. Автор утверждает, что некоторые приемы зарубежной мотивации – свободный график, перерывы на работе, лояльное отношение к опозданиям – в России не работают. Опоздание – это лакмусовая бумажка отношению к текущей работе. Человек, который не может себя организовать, будет также относиться и к любой поставленной перед ним задачи. Требовать дисциплины нужно не только от подчиненных, но и от самого себя. Дисциплина – важнейший фактор существования предприятия на конкурентном рынке. Сорок второе. Меняйте слабых на сильных. Глядя на слабых сотрудников, которые не выполняют план, работают без усердия и энергии, но остаются на своей должности и не сталкиваются ни с какими санкциями, сильные начинают думать, что их сила никому не нужна. Вместо того, чтобы заниматься сильными, руководители тратят время на слабых, находя причины их оставить. А слабые с каждым месяцем работают все хуже, отчего ухудшаются результаты компании. Для высоких результатов надо ориентироваться на сильных. Сорок третье. Делайте больше, чем нужно. Любой старательный сотрудник рано или поздно достигает результатов, которые являются максимальными для его должности. Тогда он либо останавливается и довольствуется достигнутым, либо начинает делать больше, чем от него ожидается. Делая больше, чем ожидают, человек создает себе преимущество на фоне остальных. Как правило, такие люди и становятся менеджерами. Сорок четвертое. Не бойтесь, когда вы один. Бойтесь, когда вы ноль. Не нужно бояться действовать, вступать в бой или проигрывать. Сотрудники хотят работать с сильным менеджером, но они не могут его изменить. Только он сам способен совершать подвиги, решать проблемы, вознаграждать за добро и наказывать за зло, выращивать других менеджеров и быть сильным. Для того, чтобы вас любили, нужно быть героем. Сорок пятое. Всегда помните, однажды вас уволят. Мысль «сегодня меня могут уволить» мотивирует и подстегивает, заставляет настроиться на рабочий лад. Наше время ограничено и надо все успеть. Сегодняшний день – это не репетиция перед настоящей жизнью, это и есть жизнь. Поэтому нужно любить свою работу, ценить жизнь и правильно расставлять приоритеты. Понравилась книга? Тогда обязательно поставь лайк и напиши комментарий с текстом, 45 татуировок менеджера. В Нире очень много интересных книжек, и вряд ли ты успеешь прочитать все. Но вот узнать об их содержимом через такую форму, которую предлагаю я, – очень хорошая идея. Поэтому обязательно поделись этим видео со своими друзьями, сделая их более эрудированными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok